Ну я предлагаю вновь вернуться к вечной теме, это музыка. Да будет музыка в эфире ЛТВС, конечно же. Но сперва поговорим с нашими гостями. С Марисом мы уже знакомы, это Мариско, известный латвийский пианист. И теперь в нашей студии появляются также солисты латвийской национальной оперы. Это Юлия Васильева и Михаил Чульпаев, которые зрители Дома Черноголовых уже услышат в конце этой недели. В пятницу даже ожидается концерт. Во сколько начало? В 19.00. Однако мы приглашаем наших гостей уже с 6.15, потому что будет открыта вся экспозиция Дома Черноголовых. И можно будет ознакомиться с красивыми помещениями этого легендарного места. Получается, это и уникальное место, и уникальный концерт вдвоем о любви. Вот что услышат зрители, которые придут в пятницу в Дом Черноголовых? Наша программа будет состоять из мировых шедевров оперы, всемирно известные дуэты, как и всемирно известные арии. Поэтому получается, что даже зрители, которые придут и не особо понимают в опере, им все равно эти мелодии и песни будут на слуху. Абсолютно точно. Это хиты, оперы и опереты. Поэтому те, кто хочет поднять себе немножечко настроение, очень рекомендуем прийти к нам в пятницу в гости. Обязательно. А вот вдвоем о любви, вообще как рождался этот проект, слово не очень, наверное, подходящее, но тем не менее, как это все задумывалось и как все воплощалось? Легко было? Тяжело? Что было самым трудным? Дело в том, что мы с Михаилом буквально в сентябре вместе дебютировали в опере «Травиата». В общем-то, что и легло в основу всего этого концерта, вот эти основные дуэты из всех трех действий прозвучат в пятницу. Дополнили мы это нашим совместным репертуаром, потому что тенор и сопрано – это, в общем-то, два самых популярных… Беспроигрышных вариантов. Да. Совершенно верно, да. Поэтому мы решили усилить эффект от «Травиаты» и, в общем-то, вот в таком концерте показать еще дополнительные какие-то возможности и наши подготовленные музыкальные вещи. Ну, а у вас будет возможность продемонстрировать зрителю всю силу ваших голосов и красоту ваших голосов? Этот репертуар позволяет это сделать? Я думаю, что да, потому что на самом деле мы охватили очень широкий спектр репертуара от классической итальянской оперы до современной достаточно опереты, включая русскую музыку. Поэтому слушатели смогут, ну, такое маленькое путешествие, может быть, совершить в этот вечер. Ну, во время концерта вам аккомпанируют Марис Коя. Вот как это, когда музыку играет такой маэстро, настоящий маэстро? Это огромное удовольствие работать с Марисом, потому что ты действительно не волнуешься, ты как будто ходишь по таким музыкальным подушечкам. Тебя буквально Марис носит на руках, и это очень приятно. Но вдвоем о любви это все-таки долгоиграющая история? Да, конечно. Оно получит развитие? На самом деле мы расскажем очень разные истории героев опер и оперет. По-всякому заканчиваются эти истории на сцене. Но в этот вечер все будет только о любви. Не будет трагедии, не будет страданий. Мы будем рассказывать о том, как разные персонажи из разных вот этих вот опер и оперет любят друг друга. И постараемся искупать в этой любви наших слушателей. Ну, буквально через 10-15 секунд для наших зрителей канала LTV7 небольшой музыкальный сюрприз от солистов Латвийской национальной оперы, а также от пианиста Марис Скуе. Ну, а мы вам, дорогие телезрители, говорим уже до свидания. Встречаемся на следующей неделе ровно в 19.35 на канале LTV7, а также во время прямой трансляции на Фейсбуке. Ну, а сейчас музыка на нашем канале. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон»